так здорово такое новогоднее настроение уже сразу смотрите дед мороз такой 298 долларов стоит он выше меня ростом я ему вот так а здесь такое лесное царство лесное царство елочка 348 долларов представляете цены какие у нас в сша на елку это 278 это елочка not она сыпется 128 долларов 69 маленькая вот она какая красивая вот это уже сразу готовые с шишками и все идет 228 долларов вот такая вот елочка это 178 они все выше меня ростом все большие такие а мне нужна елочка у меня елочки нету друзья мои я все без елки но я хочу другую елку если было бы был бы дом уже большой бы дом то конечно я бы купила бы большую хорошую елку такую знаете а сейчас у нас как бы съемным доме мне ее и поставить некуда поэтому я хотела бы знаете елочку в кашпо ну или вот такого что-то размера можно взять это еще поместиться так вроде бы а так большие вот которые они мне конечно не поместится подарка на ой подарка говорю бумага для подарков мне тоже нужно купить будет бумагу надо подумать какую выбрать потому что мне нужно будет тоже потом запаковывать все подарки такой прям сразу настроение такой прям радостная такое хорошее новогодние красиво какая большая но я вот не люблю цветные огоньки не знаю почему как-то не особо люблю то ли собака то ли олень аф аф ты кто то ли собака то ли олень мою бусину поминает буси надо купить вот эти рожки будет у меня такая же буси бегать какой-то ежик злой стоит ежик 49 долларов все это 49 вот это какая-то непонятная елка лысая елка такая 39 долларов курсе кому же такая елка лысая подарки вот такие три подарка 59 долларов у меня тоже есть такие подарки только у меня другие красивенькие у меня подарочки о машину купила тут же елка есть ознакомьтесь это пудель чарлик кстати сказала чарлик даже не подумая не подумала у меня кстати в детстве когда я была маленькая у меня был пудель чарлик представляете мне прямо автоматически ассоциация с чарликом с моим пузелем тоже подарки подарки ой такой смешной то это по моему порода корги до корги в полете в прыжке по моему корги да это порода у них же лапки короткие они такие толстенькие бочоночки вот экспонат елка на санках вот так так слушайте все это конечно хорошо но в год на носу а елка то елка то мне нужна друзья всем привет привет мы ездили сейчас русский магазин русский магазина снимать не стала потому что как-то побыстрее побыстрее был народ и я не стала снимать но что мы купили что я купил у меня вышло двести тридцать восемь долларов то есть грубо говоря по российским деньгам это двадцать тысяч так давайте посмотрим что в лас-вегасе в русском магазине я купила на двадцать тысяч рублей на 238 долларов смотрите я купила черноголовку я взяла не в стекле я взяла в пластике тархун дюшес а здесь я беру квас вот такой вот живого брожения мне очень нравится он значит два кваса чай взяла английский чай ахмат и взяла мой любимый чай ахмат игл грей две большие упаковки чего чая так много я чай много пью поэтому чай люблю значит вот три чая так дальше ой и падает я взяла вот такой вот соус это он так узнаете тянучий густоватый гранатовый соус классно под рыбу вообще ну в общем гранатовый соус кстати очень советую моя маленькая сумочка которую который всем нравится но к сожалению ее нет в продаже вот это уже недавно была покупала подарки но заходила майкл корс но такой модели нет так вернемся значит к продуктам а вот этот вот гранатовый соус я взяла я взяла три бутылочки боржоми 1 2 где-то третья боржоми я взяла огурцы помидоры вот такие вот маринованные сейчас если кто девочки отсюда меня будут спрашивать какая-то рекламка мне здесь дали девочки кто отсюда сейчас меня будут спрашивать в каком магазине было в макс маркете так все здесь ничего нет значит дальше я взяла чай клубничный я взяла чай манговый я взяла два черного хлеба бородинского мягкий мягкий хлеб черный 449 значит вот два черного хлеба я взяла еще такую таранку рыбку три упаковочки три упаковки я взяла горячего копчения две скумбрии 2 скумбрии я взяла здесь я взяла дрожжи 5 пачечек здесь все я взяла вот такую нарезку потому что я сейчас не солила рыбку и свою рыбу я соленую не кушаю у меня кушает и виталик меня и кушают все кроме меня из сына моего до нарезку взяла вот такую белую красную рыбку дальше я взяла три вот таких вот батончика колбаски для завтрака один оставлю 2 в морозилку закидываю вот они они три батончика колбаски чтобы сто раз не кататься я ее в морозилку два паштета гусинах тоже один оставляю один в морозилку я купила ну так как я все знаете с тестом не дружу мама в этот раз пельмени не делала я купила пельмени вот такие столичные мы их уже до этого брали кстати очень вкусненькие нормальные пельмени как бы кушать можно я купила вот такой вот большой 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 кусок такой вот большой кусок осетрины свежий я хочу ее значит она у меня вышло 30 сколько 39 долларов я хочу ее отварить на суп я не хочу что-то я уже потом когда мы уже начали подъезжать в дом и гурнада был такой же кусок еще взять и суп сварить а этот кусочек я рассчитывала я взяла на отварить и на бутербродики вот как тоненький знаете как вот нарезочку сделать ну вот значит такая вот прям свежатина они прям привезли у них такие знаете большие большие морозильные камеры все во льду и прям большие рыбы лежали осетры можно отрезать сколько хотите это в магазине макс маркет ну вот и все вот это вот все обошлось 238 долларов вот такой вот кратенький вам обзор моих покупок друзья доброе утро всем но как вчера вы видели я варила осетрину у меня остался бульон я решил его не выливать час его закипячу нарезала картошечка у меня стерлядь есть банках и сейчас добавлю две баночки стерляди консерва осетрина да и заварю такой легенький небольшой супчик у меня здесь уборка идет еще параллельно все убираю разбираю ну вот я всегда так что-то делаю всегда в параллель